Решетка со мной все так, российские женщины забыли позитивности против строгих стандартов красоты, Тегуардиан, Великобритания, Тегуардиан, Великобритания. 7 октября 2019 года, Россию захлестнул феминизм новой волны. Тысячи женщин публикуют в социальных сетях селфи, не стесняясь прыщей, целлюлиты и выпадения волос. Этим они бросают вызов стереотипам красоты, которые, как считают активистки, роняют самооценку и вызывают пищевые расстройства. В самом деле, почему все должны выглядеть как куклы Барби? Россия – государство очень патриархальное, где все обращают внимание на внешность и царят строгие стандарты красоты. Боди-шейминг, осуждение людей за их полноту, худобу или другие телесные недостатки – примечание Перев. Это повседневная реальность, говорит Джанет Ахельгова, консультант организации за права женщин и Куалитену. Такие компании – позитивный способ научить людей принимать себя такими, какие они есть, и освободиться от рамок, которые угнетают физически и психологически. Это делается ради разнообразия, инклюзивности и толерантности. Судя по всему, боди-позитивных начинаний разворачивается все больше – от полных моделей на пориумах до отмены обязательного макияжа для стюардесс. Их цель – внушить женщинам любовь к собственному телу. Посмотреть эту публикацию в Инстаграм «Решетка со мной» Все так стандарт и красота разрушают жизни, самооценку и здоровье девушек. Этот проект – то, о чем нельзя молчать. Тема бьет по больному и отзывается до мурашек и слез, но вдохновляет на любовь к своему телу таким, какой оно есть. Важный социальный ролик вышел на канале Тусси Мутуси. Ссылка в шапке профиля нужна, чтобы как можно большее количество людей увидело этот выпуск. Поэтому смотри его прямо сейчас, не откладывая, рассказывай знакомым и участвуй во флешмобе, цель которого – распространение философии и любви к себе без стандартов женской красоты. Напиши в посте свою историю, покажи себя в сториз без макияжа и масок, поставь наш хештег, сделай шаг к принятию себя и помоги другим со мной все так и с тобой. Публикация от Тусса, Собака Тыся, 267-2019 в 2-4 ПДТФ Феминистки считают, что от российских женщин требуют, чтобы те одевались так, как нравятся мужчинам. Они жалуются на устаревшие гендерные стереотипы и реакционные настроения в обществе. Например, в 2017 году вышел закон, который по сути разрешил домашнее насилие, если дело не доходит до больницы. В попытке переломить ситуацию блогер и юный кумир молодежи Тусса призвала своих подписчиков, а их у нее целых 1,2 миллиона, публиковать фотографии без макияжа под хештегом со мной все так. У нас в России редко показывают людей с обычными телами, сообщила Тусса, в реальности Наталья Землянухина, в интервью фонду Томсон Рейтер, Томсон Реутерс Фаундэтион. «Если ты не худышка, если у тебя прыщи, или ты чем-то еще отличаешься от других, над тобой в школе будут издеваться, вынуждая сесть на диету», считает Тусса. По собственному признанию, она сама успешно поборола анорексию. «Решетка со мной все так, это чтобы показать, что некрасивых и неправильных тел не бывает. Ничего не надо менять, улучшать и исправлять». Хештегом уже воспользовалось свыше 2500 пользовательниц, а промо-ролик компании, где снялись модели со шрамами, ожогами и другими бросающимися в глаза недостатками, набрал более миллиона просмотров и сотни комментариев. «Я такая, какая я есть. Тщательно скрывать недостатки, пустая трата времени», написала Красавина 70, у которой только одна рука с рождения. «У меня много чего есть, неровная кожа от окне, крыщи, излишний вес, целлюлит, растяжки. Но решетка со мной все так, как бы меня не уверяли в обратном», написала мявка.смм. Но компанию поддержали не все. Многие считают, что она откровенно пропагандирует пораженческие настроения перед нездоровым образом жизни. «Вот девочки-толстушки научатся принимать себя такими, как есть, а в старости будут мучиться от высокого уровня сахара в крови», считает некий пользователь. Еще несколько лет назад феминистская повестка дня в России была едва заметна, но сейчас она проявляется все ярче, говорит Ахиль Гавай из «Якуалитену». Примеров тому много, изменились рекламные кампании, глянцевые журналы стали по-другому писать о красоте и моде, в социальных сетях все больше текстов с упором на бодипозитивность. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...